всем привет с вами ирина и сегодня я хочу пересадить свою камбрию так мне будет спокойней нам не уже простояла три дня я ее поливала также я ее обрабатывала второй раз я буду обрабатывать просто актарой корешки отличные корешки все беленькие я тоже значит сделали субстрат коран уголь и замешаю торфа свежего это я все выброшу и подмешаю ей торф корешки отличные нет ничего пока что я не вижу в него все корешки молодые белые там под попой у нее там какой-то комок есть немножко фракции коры очень-очень мелкой три больших хороших отличных тут бульбы бульбы налитые не сморщенные корешки хорошие корешки очень хорошие они очень тоненькие то есть нужно работать аккуратно чтобы чтобы ничего не повредить под попой у нее очень все скажем спрессовано прям торпа очень много пока она у меня стоит на северном окне подальше от моих орхидеи скажем так на карантине такая картина у нас корешочки молодюсенькие белюсенькие ни одного я не вижу гнилого нету вот эти вот старые чешуйки убрала темно тут мешают и тут у меня смотрите я еще заметила прошлый раз когда я ее распаковала есть пятнышко коричневая на бульбе напишите что это значит все я понял это механическое повреждение от палочки и она начала немножко как бы портится естественно естественно на она начала подгнивать все вычистила серединку чешуйки вот эти вот которые старые отмершие я убираю тоже чтобы они не гнили не распространяли скажем так болезни они сами хорошо очень они сами очень хорошо убираются это умершие чешуйки которые нужно убирать ну значит я эту ранку точно так же я сейчас обработаю фитоспорином замочу на пару минут просушу и сомажу чуть-чуть и замажу садовым баром чуть-чуть вот так вот прям где ранка где есть углубление вот такое вот оно видно не буду намазывать всю бульбу а буквально буквально вот эту вот раночку чтобы она была у меня запечатана все остальное у меня будет дышать все остальное не будет жить своей жизнью дальше вот эту ранку я обязательно обязательно уделю ей внимание девчонки очередная живность живая слабонервных который боится прошу это червячок самый настоящий очередная живность без живности меня не обходится ни одно видео самый настоящий живой червячок вчера я занималась тем что освобождала ее от старого субстрата было очень много мха под попой и наталкана прямо плотно плотно он туда был положен кстати видите это вот пятнышко коричневая значить мог очень много было торфа и коры вот она у меня простояла подсушилась все я хорошенько потом под душем даже помыла тепленьким под краном и вот такие у нас корешки корешки я хочу вам сказать очень очень даже достойные молоденькие корешки все беленькие все чистенькие так что да значит что я подготовила я подготовила кору большой фракции кору мелкой фракции уголь свой домашний хоть сюда уже и входит уголь меленький но мне нужна также большая фракция значит кокосовый субстрат или кокосовые чипсы и торф также перлит перлит вы можете наблюдать в торфе и перлит можно наблюдать вот тут в моем субстрате коры но я еще домешаю я решила еще немножко домешать так кокосовое волокно сейчас я вам покажу как оно выглядит у меня оно у меня называется вот так кокосовый органичный субстрат и он продавался вот таким вот брикетом я его активно использую я себе его ломаю как мне нужно какой мне нужно фракции и растение на него очень хорошо реагирует то есть то что там написано на этикетке было правда также я подготовила вот такой вот горшочек горшочек у нас глиняный но глазированный то есть он покрыт такой гладенькой глазурью я думаю это даже плюс почему потому что корни и не будут врастать горшочку то есть они не будут врастать склеивается вместе с горшком он гладенький он очень толстый массивный также есть подставочка смотрится очень очень миленько мне подойдет под под интерьер почему я остановила выбор на этом горшочке потому что у меня есть котенок поросенок с которым вы уже могли познакомиться мельком в моих видео вот у него есть привычка он переворачивает бегает по подоконнику и переворачивает мне горшки этот он точно не перевернет этот надежный и холодным он не будет почему потому что у меня подоконник теплый там батарея под решеточкой и эта батарея у меня греет весь подоконник всю столешню есть в горшочке дренажное отверстие также мы сделаем с вами хороший дренаж так что корешки наши дыша не берут в горшочек я положу на них спинопласт дальше у меня пойдет уголь вот такой вот большой фракции уголь я заготавливаю сама с дачи вот этот вот я добавляю его во все свои орхидейки и другие растения значит уголь я беру вот такой вот я его не измельчаю дальше то есть большой фракции я беру уголь примиряемся отлично этот горшок просто для нее создан я переживала значит один цветочек у меня уже перед силу отвалится то есть как увидеть перед силу цветочек или нет сейчас вам покажу вот там где зеленая вот это вот как это правильно называется цветоножка значит цветочек еще будет цвести там где она уже вот желтеет и такая становится желто-коричневая и вы уже увидите возле основания она начинает уже вот так вот засыхать значит цветочек скоро цветет и отвалится то некоторые думают вот орхидейка сбросила цветы обратите внимание на цветоножку и вы поймете сбросила ваша орхидейка цветочек или она просто напросто хотела также у меня есть крупная гора большой фракции которая вам показывала я ее добавляю тоже вот сюда вот то есть мы сделали хороший дренаж хорошую такую воздушную скажем так подушечку и что я буду делать значит я сейчас буду смешивать вот это вот все значит при пересадками должны смотреть за нашими бульбочками чтобы мы их не заглубляли чего изобретать не надо засыпать не надо иначе не будут гнить только не росли так вот так мы должны и посадить так засыпаем и кстати камбрии они не замачиваются как и орхидеи достаточно спуляризатора вот так вот поверхности горшочка пролить влага опустится ниже и этой влаги будет достаточно она не будет застаиваться то есть нам нужно добиться чтобы субстрат был влажным слегка этого достаточно да блин совершенно забыла хотела это место промазать садовым баром вот эту вот рамку я это и сделаю забыла изначально это сделать теперь буду мучиться туда как-то придется мне эти места добираться только плоским таким предметом почему потому что даже ватной палочкой там проблематично уже достать сейчас как-то буду пытаться и еще и вам показывать аккуратно аккуратно ничего не царапая не нажимая мешает не это не нужно намазывать очень много вылазить на бульбу буквально какие-то миллиметры на здоровую ткань мы закрываем только саму саму ранку нужно переусердствовать чтобы у нас пусть и здоровая ткань дышала мы закрываем только не здоровая значит у меня уже был положительный результат таким вот методом я лечила орхидейку можете посмотреть по ссылке перейти то есть я запечатала ранку от попадания лишней влаги то есть но у меня дальше в нить не будет для чего это делалось также хочу вам показать срезала некоторые листики мне кажется она у меня дороги а вот когда она запотела тогда она перемерзла либо это ожоги от моей обработки дело в том что препарат у меня проверенный фалинопсис и его переносят очень хорошо то есть либо комбия очень нежная либо на меня перемерзла то есть это отмороженные листики то есть и на ожог похожи и на обморожение похоже вот именно краешки листиков не и не все листики Вот именно краешки, вот краешек я отрезала, вот-вот, вот краешек, но это не совсем краешек, это как-то по краешку, вот, и вот этот вот такой желтый, я не знаю, что это, обморожение, либо ожог от моей обработки. Значит, вот так это выглядит, поливать я буду завтра, вот у нас листики есть еще, есть хорошие живые листики, то есть никаких ожогов, ничего, то есть я же обрабатывала все листики, опрыскивала, вот может быть она запотела, перепрела в этой посылке, вот что, ну, я склоняюсь больше к тому, что она, конечно, подморозилась, и да, кстати, когда я ее обрабатывала, пакетиком накрывала ее цветочки, чтобы у меня цветочки не повредились, чтобы сохранить цветы, я закрыла, вот, плотненько, аккуратненько все там снизу тоже закрутила, и обработала листики и бульбочки. Ну, впредь я буду очень-очень осторожна с обработками, обрабатывать я ее больше не буду второй раз, второй раз я хотела ее обработать, а второй. Первый раз я всегда фаленопсисы обрабатываю очень сильным препаратом, состав препарата я вам вставлю. Да, я просто уверена, что фаленопсисы мои здоровые, без никаких клещей и так далее. Почему? Потому что он очень хороший препарат, действительно стоящий, но он и сильный, но фаленопсисы мои его переносили на ура. То есть, и после него самые такие хиленькие, даже вот мой фикус, который сидел, я не знаю, сколько лет он у меня сидел, и после обработки этим препаратом он вырос за лето. Сейчас мы посчитаем новые листики. Раз, два, три, четыре. Это тоже свежий лист. Ну, он очень начал активно расти, во-первых, пускает, продолжает пускать новые листики, хотя уже у него должен быть период покоя давным-давно. Я обработок на этом фикусе сделала, наверное, обработки две, три, даже три, мне кажется. Почему? Потому что он у меня когда-то болел паутинным клещом, болел, болел и, короче, вылечился наконец-то. Поэтому я смело проэкспериментировала сначала на фикусе, и потом приступила к своим орхидеям. Вот такая у нас картина. Я надеюсь, ей понравится в горшочке много. Она там пускала где-то есть новый ростик, мы с ней подружимся. Она очень потрясающая красотка у меня. Звездочка еще там, и очень приятно пахнет. Я захожу утром пить кофе на кухне, и всегда-всегда нюхаю ее. Летом у меня стояла на этом же месте моя лимонная орхидея, она очень пахучая. И сейчас она доращивает свой цветонос. У нее перилок покоя, она доращивает свой цветонос, а это делают только природники. Так что она у меня еще оказалась очень такой интересной орхидеей. То есть она не отсушивает свой цветонос, а она доращивает свой цветонос. Вот такая была пересадка, вот такая была была лара, такая была красотка. Всем пока-пока, до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!